Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую мини-игру, которая только вроде появилась на сервере Hypixel. Я еще пока что не знаю, как она называется. Warlords она называется. Я поиграл только одну игру. Я не могу сказать, что... У меня точно пока что мнения нет. Я не знаю, честно, ребята. Крутая ли эта игра или нет, давайте мы, в принципе, сейчас посмотрим. Это вроде рыцари, маги, конячки и всякое такое. Я в предыдущей игре играл за мага, более-менее класс, я разобрался только, что делают три умения. Вот, смотрите, первое это наш меч, да? Смотрите, какая тут крутая бронька. Это, как бы, знаете, вам предлагается скачать текстурпак, вы его должны скачать, потому что без него не будет работать. И заходите и играете. Смотрите, первое умение, ну, как бы не умение, а вот этот меч, обычный меч. Если правой кнопкой нажать, он пускает огненные шары, и, в принципе, они так нормально урончика наносят. Как это называется? Вот, меч, название Перумансер называется этот класс. А классов тут реально дофига. Если вы выбираете мага, это не означает, что вы выбрали мага. В разделе маг есть еще пять подклассов мага, и так вроде в каждом классе. То есть, офигеть, как много тут всяких классов. Ребята, ссылочка на сервис в описании, название вы уже знаете Warlords. Заходите, играйте. Flame Burst, это как будто меч правой кнопкой фигачить огненный болт, шарик, но он наносит еще больше урона. Time Warp, это такая фигня замечательная для того, чтобы убежать. Например, вы сейчас включили вот этот Time Warp на этом месте, да, включили его вот тут. Отбежали куда-то, куда-то вот туда, отбежали, например, бьетесь, 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 бьетесь. И через какое-то время вас обратно ТП хает вот на то место, где вы включили вот этот Time Warp. Это как бы телепорт назад во времени, можно так сказать. Это прикольно. Вот это желтенькое умение. Ага, это увеличивает твой шанс крита каким-то умением. И силу этого крита, это круто, это нужно запомнить. Но Flame Burst, это крит ченж, крит мультиплей, это то, что я сказал, 500-700 урауна. Ага, вот это, да, телепорт после 5 секунд, да. И все, Лакан Энерджи, Грэнс Шилд, ага. А вот это я не знал, но сейчас я понял. Лакан Шилд, это как бы тебе увеличивает твою жизнь на 1200, 1200 жизней, да, на какое-то там вроде время, период. На 6 секунд увеличивает твои жизни. Смотрите, ребята, я тут, ага, я не могу пока что. Давайте попробуем, сделаем одну игру. Тут игра длится 15 минут, если будут какие-то очень сбалансированные команды. Но в предыдущей игре я вроде выиграл за 6-7 минут. Тут, видите, тут всякие паладины бегают. Ух, что-то мне кажется, что мы почему-то проиграем. Потому что синенькие нас, наверное, сейчас просто рвать. Так, вот так, включаем щит, включаем щит и потопали, потопали. Вот этот маг прикольный, потому что он на расстоянии стигачен. Ну, он очень такой батный, то есть он очень быстро умирает. Ах, промахнулся. Промахнулся, иди сюда. А тут есть, нужно 3 человека, чтобы убить вот эту гидру. А, я сейчас умру. Ну, баланс тут я вижу очень такой сильный. Мне кажется, мы почему-то продуем в этой игре, но посмотрим. 3 секунды до респавна. Если я продую, то нужно будет еще одну игру начинать. Смотрите, тут на коньячке можно кататься. Это очень прикольно сделать, даже звук такой. Прикольно это сделали. Так, мне почему-то кажется, что мы 100% тут продуем. Ух, как я его пнул на 800 урона. Не, мы тут 100% продуем. Они нас просто рвут. 300 на 20. Ух, они нас тут просто рвут. Мне нужно было предыдущую серию показывать, потому что в предыдущей серии я просто-напросто всех разорвал в куски, можно и так сказать. У меня счет был около 10-2, и то есть положительный такой счет у меня был. Сейчас мы просто-напросто... Вы поняли, что я имею в виду? Синьи нас просто рвут. Давайте еще раз попробуем. Мне кажется, эта игра не затащится, поэтому, наверное... Да, иди ты. Наверное, мне нужно будет еще одну игру делать, потому что... Ух ты! Я прям... Я убил одного, я убил одного. Хоть я и ничего не делаю, я только консберю. Но все же я кого-то могу убить. Ух ты! Прям запинболил. Так, 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 так. Ребята, мне очень громко. Мне кажется, тут очень громко вот это все сделано. Вот так давай. Очень громко. Но все же, я убил уже двоих. Промахнулся. Промахнулся. Вот там чуваку нужно помочь. Как они меня догоняют вообще? Я не имею представления. Ага, вот смотрите, я назад так как на самотким умением. Вашу мать! Опа, опа, вот мы появились. О, во, во, во. Меня что-то приплющило немного. Меня приплющило немного. Не, ребята, эту игру мы 100% уже проиграли. Как они меня так убивают? Мне, может, какой-то другой класс взять. Потому что этот, этот никакой, если честно. Мне нужно будет в следующей игре какой-то новенький класс взять. Потому что этот, он, он классный на большом расстоянии. Но если тебя палят, если тебя палят, то тебе пол. Можно и так сделать. Вот, я ему фигакнул на 700 урона. Это много. 700 урона это много, но... Он за мной бежит, и я еще назад иплюсь. Я еще назад иплюсь. Ай, да дай мне убежать, да... Так, так, так. Ой, побежали, побежали, побежали. Он за... Все, за мной уже не... О, он за мной уже не бежит. Ух ты, нифига себе, я еще замочил одного. У меня еще 3-3. Ну, не скажу, что прям суперский счетчик, но все же. Ух ты, замочил. А тут есть какой-то класс лучник. Мне бы, если честно, хотелось лучником поиграть. Убил. Убил, 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 убил одного, убил. Валим, валим, ребята, валим. За мной вроде еще бегут. Нет, уже убежали. Так, сдалека, сдалека, сдалека. Ну, вроде можно вылечиться. Как они меня убивают с одного удара. А-а-а. У-у-у. А я вот это не знал. Смотрите, тут нужно поднимать вещички, которые увеличивают тебе что-то. Или регенерацию. Или урон. Это круто. Давайте мы туда куда-то сейчас пульнем. Ух ты, я прям ему запиндолил. Убил. Я его убил. Не, ну все же мы эту игру уже не выиграем. Это миллион процентов. Я ему валю на 2 сего. Не скажу, что прям это супер. Убил. Ха-ха. Я прям в троих попал. Убил. Ребят, смотри, как у меня счет. 6-6. Нормальный. Если честно, то более мегра. Если учитывая тот же уровень, что мы проигрываем, это нормально. Сейчас я просто сосредоточен за такие, знаете, эпические. Битвы. Убил. Точнее, застил. Можно и так назвать. Вылик, точнее, пилочку. Нормально. Идите сюда. Убил. Смотри, какой у меня счет обигелы. 9-8. Я тащу, можно сказать, в какой-то степени. Мы, конечно, проиграли, но игра была очень эпичная. Честное слово. Фу. Игра очень эпичная была. У меня 9 киллов, 8 ассистов и 5 смертей. Для второй игры первую игру я выиграл с нормальным счетом. И эту игру я тоже выиграл с нормальным счетом. Ну, проиграл, но с нормальным счетом. Давайте посмотрим, какие тут есть умения. Вы смотрите. Фаербол. А, нет. Пиромансер. Так, это мой, это мой скилл. Не мой скилл, а класс мой. Гоу бэк. А как поменять класс, мне интересно. Как мне поменять класс, я пока что не представляю. Я не знаю, ребята. Ну, как там можно поменять класс. Ух. Но я пока что не имею понятия как. Ребята, давайте мы там будем заканчивать. Серия 10 минут. Вы хотя бы имеете уже представление, что это за игра. Я не знаю. Лично мне понравилось. Я думаю, что в этой игре есть будущее. Плюс к тому, это игра на бете. То есть, ее будут улучшать. Тут вроде только пока что одна карта. Но ее, наверное, будут улучшать. Игра понравилась. Смотри, какие тут офигенные текстурки. И тут, если честно, очень много классов. Они очень прикольные. Поэтому, ребята, советую пока что поиграть. Ссылочка в описании на сервера. Точнее, IP, а не ссылочка. Какая ссылочка. Заходите, играйте. Также я, наверное, потом буду играть со своими подписчиками в мини-игры. Потому что мини-игры это прикольно. И можно развлечься. В мини-игры и с подписчиками тоже можно развлечься. Поэтому, ребята, наверное, на этом мы будем заканчивать. Если вы вообще хотите мини-игры, то пишите. Пишите в комментариях. А знаете что? Знаете что, ребята? А предлагайте мне свои мини-игры. Если вы хотите видеть больше мини-игров, то пишите в комментарии, какие именно. Только, пожалуйста, не пишите Sky Wars. Бэдвардсы, Бэдвардсы, Хангер Геймс. Я не люблю такие игры. Ну, потому что я их не показываю, что это за игры. Я в них не играю для, собственно, развлечения. А Хангер Геймс и вот эти игры люди любят только тогда, когда ты их выигрываешь. Ну, честно, может я где-то и могу выиграть там в КС-ке или в GTA или в какой-то другой игре, но точно не в Майне. Потому что, ну, в Майне больше, наверное, задроты, чем в той же КС-ке. Мне так, ну, вряд ли, конечно, но все же. Об этом, ребята, пишите. А пишите мне в комментариях, какие игры вы бы хотели, чтобы я поиграл. Мини-игры. А даже, может, я буду устраивать сходки и с вами играть в эти мини-игры по каким-то там дням. Это, кстати, классная идея, допустим, сделать субботу каким-то днем мини-игр. То есть, люди собираются в назначенное время на таком-то сервере, мы заходим на сервера и просто-напросто рубаемся. Мне кажется, это даже прикольная идея, как думаете? Поэтому, ребята, пишите в комментариях свои идеи для мини-игр. Ставьте лайки, набираем 300 лайков на этой серии. Выходит какая-то новая мини-игра или продолжение этой. Мне кажется, мини-игры это даже крутой режим. Поэтому, ребята, ставьте свои комментарии, не стесняемся комментировать. Я очень люблю, когда много комментариев. Я читаю их всех и также постараюсь ответить на каждый из них. Вступайте в нашу банку и в персах. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Я буду очень рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. На этом мы заканчиваем. Всем совсем за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok